Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota DUNA 1996 года выпуска Здесь у нас дизельный двигатель Ну, как у всех этих автомобилей На этом автомобиле мы сегодня поменяем правую подушку на двигателе и две подушки на коробке Подушки уже оторвались Получается, когда автомобиль трогается под нагрузку двигатель начинает хлопать подскакивает на на подушке и падает опора, потому что полностью уже оторвана, даже не надорвана Также и на коробке из-за этого, или может быть перед этим тоже оторвались обе подушки задние, заказали Сейчас поменяем сначала на двигателе, а потом поменяем уже на коробке Для этого открываем в салоне и смотрим как нам удобнее подобраться к подушке то ли сверху, то ли снизу Да, отсюда нам неудобно подлазить снизу тоже все закрыто поэтому сейчас снимаем сиденье и снимаем вот эту крышку с той стороны я думаю, что сверху тогда мы уже сможем подобраться к подушке и снизу поддомкратим автомобиль приподняем и сменим уже подушку в данный момент начинаем откручивать болты сиденья сиденья крепятся у нас на четырех точках одно крепление здесь болт на 14 второе крепление у нас сзади вот второй болт на 14 и вот здесь у нас под колесом две гайки одна и вторая на 14 их откручиваем и уже сможем полностью снять сидушку теперь мы поднимаем заклепок и вот здесь у нас получается держится за крышку защелка ремня безопасности мы ее откручиваем головка на 17 а теперь откручиваем болты на 12 которые у нас по периметру чтобы снять вот эту крышку болты вот такие коротенькие все да вот она наша подушка все равно немножко неудобно но по крайней мере подлезть можно сейчас подсветим снял снизу защиту сейчас снимаем расслабил вот этот болт и с другой стороны также болт головка на 14 откручиваем и вот здесь сверху на кронштейне которые у нас на блоке откручиваем гайку там у нас на 17 вот под рукой как гайку откручивать пока не знаю наверно сверху будем под глазе потому что отсюда неудобно потом будем домкратить двигатель и уже вытаскивать подушку так вот открутил подушку сверху снизу сейчас под домкрачиваем двигатель и снимаем подушку поднимать поднимай еще еще маленько хороший это что-то уперлась так подушка не выходит ну ка еще чуть-чуть приподними приподнимай так подожди сейчас вылезу сверху посмотрю буквально чуть-чуть осталось она сейчас снимет сейчас посмотрим где упирается подушку штифтом она идет вниз подушка целая но она просела получается вот видно металл набитый подушка стянута вниз из-за этого она вот вот это крышка получается била сантиметр на сантиметр съехала вниз берем новую подушку новая подушка не оригинальная номер т10 440 это фирма air by таиланд вот такая вот подушка и берем ее устанавливаем вот она и разница она смещена вверх а это уже сместилась вниз и и стянула просто видите просто дело времени и сжала ее и стянула должен быть и такой вот зазор не сантиметр а целых два сантиметра так что надо будет на вторую сторону тоже заказывать подушку и менять двигатель просел вот она стянула сейчас подушка у нас выше она не сжата ну как не просаженная новое поэтому снимаем колесо под домкратил автомобиль поставил под балку подпорки и будем откручивать вот этот кронштейн который у нас держит подушку на котором лежит крепится у нас здесь четырьмя болтами сбоку на 14 и снизу один на 14 мы его открутим и сместим немножко в раме в бок сможем одеть подушку и сместить его обратно сейчас откручиваем вот эти пять болтов выше двигатель мы уже поднять не можем у нас двигатель уперся вентилятор в диффузор для этого мы сейчас открутили кронштейн про который я вам говорил вот болты открутил все и вот он кронштейн наш шевелится мы можем его туда сюда двигать теперь берем новую подушку подушка у нас устанавливается штифтом вниз и уже спокойненько заводим ее и роняем это необходимая вещь берем снова так ну что поставил ее сейчас одеваю сверху гровер и наживляем гайку а дальше уже будем наш кронштейн подгонять под подушку его наживлять но там трудности не будет потому что двигатель у нас под домкрачен кронштейн встанет на место за счет того что мы сейчас ослабили кронштейн мы смогли спокойненько одеть подушку вот так это выглядит все а теперь мы берем на место кронштейн ставим зажимаем его и опускаем двигатель двигатель нас уже встанет на место где мы сможем легко вот эти два болтика прикрутить так ну что кронштейн затянули теперь потихонечку опускаем двигатель и смотрим как подушка у нас ложится на место опускаем да подушка легко и тихонько легла на место видно при этом она у нас сверху здесь не касается вот он спокойно залазит палец и еще свободно а снизу гораздо меньше места вот она и разница поэтому однозначно через какое-то время мы доберемся до 2 подушки и заменим ее тоже сейчас затягиваем оба этих болта так ну все подушку затянул и сверху вот хотел показать ключик на 17 рожковым очень удобно сбоку подлазить ну как удобно относительно того что головкой там не подлезть и ничем не подлезть вот затянули снизу ставим щитки и сверху устанавливаем наш вот этот нашу крышку сейчас ставим щитки все эти пыльники мы поставили защиту у нас закрыто все сейчас мы сверху устанавливаем в салоне вот эту крышку и будем менять подушки на коробке вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...